И у меня будет гадание для стрельца на сентябрь 2020 года. Прекрасный по-своему романтичный месяц нас ждет. В сентябре это всегда немножко возвращение в школу, потому что он отрезуляет, он напоминает о делах, о работе, об учебе опять же. И немножко портит картину месяц ретроградный Марс. Марс будет ретроградным для нас с 10 сентября. Эта история продлится почти до конца ноября, по-моему, до 18-го. Поэтому, помните, две последние декады сентября мы проживем под ретроградным Марсом. Марс – красная планета, бог войны. И он очень всякие конфликтные вещи в нашей жизни, знаете, поднимает из глубин. То есть кому-то этот сентябрь напомнит про запущенные или забытые спорные конфликтные истории, судебные тяжбы. У кого-то они, конечно, благополучно разрешатся. Но самое главное, самое главное – в это время не затевать новых, не затевать новых конфликтов, не ввязываться. То есть дайте этому ретроградному Марсу поработать с вашим багажом. Пусть он разгребет завалы, сорные, какие-то спорные, те, которые у вас уже есть. Ни в коем случае не надо себе наживать новых врагов, должников и так далее. Правда, астрологи, конечно, пугают и говорят, что на ретроградном Марсе много еще чего нельзя делать. И бизнес открывать, и делать какие-то большие покупки. Ну, то есть это такое время посидеть, поотдыхать. Тоже, может быть, не лишено. А я буду вам рассказывать, дорогие стрельцы, про вашу жизнь в сентябре. Карты «Золотое Таро». Часто спрашивают, что за карты, поэтому говорю. Красивые, понятные, очень просто нарисованы. Это то, что нужно как раз для наглядности, для композиции. Вот в таком вот общем гадании, я считаю. Большие, чтобы сослип вот их. Работу сначала. Работа. На работе либо без перемен вообще у вас обойдется, вообще никак. Знаете, только настроение какое-то. А не поменяет ли мне ее, не выбрать ли другую. Либо есть второй вариант. Если у вас две работы, два направления, два занятия или два бизнеса, то один вы закончите просто. Потому что здесь есть тема ухода, но такая, знаете, не острая, не актуальная. Вроде бы здесь есть выбор, уйти или остаться. И в то же время, что от чего-то не нужно, можно отказаться от какой-то подработки, от какого-то дополнительного бизнеса. Хуже, наверное, обстоят дела тогда у тех, кто ищет работу. Не могу вам пообещать. Не говорят карты, что вы прям найдете какой-то блестящий вариант вакансии должности для себя. Здесь скорее речь идет, опять же, о выборе. Выбор довольно легкий. Вряд ли вы будете выбирать какую-то развилку судьбы. И одна вакансия, другая вакансия. Отказ от одной, отказ от другой. Немножко сомнений, немножко сожалений. Но в то же время непробиваемый, непобедимый стрельцовский оптимизм поведет вас дальше. Искать дальше, рассылать резюме дальше, с кем-то разговаривать и так далее. Ну, то есть, карты, конечно, не описывают катастрофу, но они не предвещают какого-то колоссального успеха. Все, наверное, как обычно. Каждый наш день, правда же, в работе и в другой сфере именно из этого состоит. Мы выбираем, чем заняться, до чего дотянуться, от чего отказаться. И в итоге, ну, о чем-то слегка жалеем. То есть, так просто без перемен. Тем не менее, какие-то движения у вас по карьерному дому есть. Смены работы нет, а вот карьера, статус социальный. Вот тут движение очень даже возможно. Может быть, это не новая должность, но это чье-то предложение новой должности. Кто-то вас очень сильно заинтересован, начальник, собственник вашей компании. И вам предлагают для начала, может быть, не должность больше, но больше денег. А это и получше будет. Обращайте внимание, все-таки, видите, карты фигурны у вас в доме карьеры. Обращайте внимание на людей, причастных к вашим карьерным делам. Они знают, что говорят. Карты обещают, может быть, возможность с кем-то договориться о вашем будущем назначении, будущих возможностях. С деньгами все будет хорошо у вас. Да, 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 да. Вы прям денежный победитель. Сами у себя в денежном доме победитель. Человек, который много имеет сейчас и радостно смотрит в финансовое будущее, оценивает финансовую перспективу. Доходы увеличатся у многих стрельцов. Это будет очевидный результат ваших собственных усилий. А иначе с чего бы вы этим так гордились? То есть, траты, они тоже сюда попадают, но как бы с точки зрения зодиака доходы неразрывно, и мы тоже должны эту точку зрения принять, правда, доходы неразрывно связаны с расходами. Поэтому показаны, рекомендованы покупки для вас, какие-то, ну, вообще такие бодрые, оптимистичные вложения, инвестиции. Изобилие. Большие деньги. Дальше. Я продолжаю тему денег. Если у вас есть какой-то прям уж совсем крупный, судьбоносный денежный проект, если вы, например, хотите купить квартиру, продать квартиру, то... 50 на 50, карта вам говорят. С одной стороны, опять же, продолжаем тему везений. Стрельцам в деньгах будет очень везти в этом сентябре. Но и ограничения тоже будут. Знаете, как? Это выглядит, как повезло заработать, например, много, но надо погасить досрочный ипотечный кредит, например. Логично это сделать. То есть, видите, и везение, и обременение одновременно. Тоже пополам. Видите? Суммарно, если карты эти складывать или умножать друг на друга, это всё на ноль выходит, понимаете? Есть успех, но прежние обязательства или прежние печали, долги, что ли, какие-то, могут этот успех обнулить. Были деньги, нет денег. Контакты. Контакты. Друзья и люди вокруг. Подумайте сейчас о тех, кого вы называете близкими людьми или кого вы называете друзьям. Подумайте о тех, кого вы хотя бы в теории можете пригласить на свой день рождения. Я буду рассказывать про них коллеги, может быть, родственники неблизкие какие-то. Определённое напряжение от этих самых близких людей вас ждёт. Может быть, закончится даже отношение, закончится какая-то дружба. И это будет тоже результат ваших собственных усилий. Но знаете, есть такие персонажи, от которых надо ещё постараться, чтобы отвязаться. Что-то прекратится, какая-то часть общения вашего повседневного. Ну, проще всего представить, что вы просто перестанете дружить с каким-то человеком. Да, это всегда даётся трудно. Особенно, когда вы инициатор истории. Но неизбежно. А дальше тема более глобальная такая идёт. Это ваши контакты с людьми, с человечеством в целом. Вообще, стрельцы... Небольшой экскурс такой астрологический у меня будет. Для стрельцов вот эта вот тема, популярность, известность, идейные какие-то связи, контакты с людьми всегда должна быть актуальна. Потому что стрельцы не отшельники. Если даже стрельец один, то один, ни в паре, ни в партнёрстве, ни в коллективе, то у стрельца всё равно должна быть паства. Понимаете? То есть должен быть какой-то набор людей, которым вы проповедуете, которых вы чему-то учите, или которые сами вас выбрали на эту роль. И поэтому контакты с незнакомцами, давайте их так назовём, то есть с удалёнными людьми. Клиенты по бизнесу, это... Товарищи... Товарищи у меня здесь просто, товарищи, видите? Вносят сумбур и смоту. И общество, профсоюзы, группы в каких-то соцсетях, в которых вы участвуете. Видите, здесь что-то важное у вас произойдёт. Какое-то большое серьёзное событие, скорее всего, связанное даже с документами. То есть вам придётся что-то подписывать. То есть, знаете, может быть, закончится ваша связь с каким-то коллективом. Поэтому логично предположить, что закончится и ваша связь с одним конкретным человеком. Например, из того же коллектива. Вообще, тема очень разрушительная. Вот разрушительные карты стрельцам выпадают именно там, где общение близкое или дальнее, полезное или чисто на эмоциях. Тема такая, где придётся, ну не то, чтобы пострадать, а от многого отказаться или от многих отказаться. Скорее так. Будьте внимательны. Такой совет. Карты, наверное, говорят. Какая-то сделка может, какая-то договорённость может у вас, знаете, так сорваться ощутимо. Она может подорвать ощутимо ваши планы на будущее. Ну или поменять ваши планы на будущее. Ну, с этим надо что-то делать. Потому что в мои планы не мешаюсь. Я прошу прощения. Здесь как бы вот так вот. Вот здесь всё просто. Угу. Дома. Дома у стрельца ваши домашние дела. Всё, что связано с бытом, со стенами, с местом, которое вы, куда вы торопитесь на ужин после работы. Угу. А дома всё прекрасно. Домашних дел у вас будет много. Домашних разговоров, переговоров будет много. Домашних дел, расходов, доходов бюджетных тоже будет много. Много хорошие карты. Они ответственные, но они, знаете, такие продуктивные. То есть стрельцам, у стрельцов получится в сентябре много продуктивных каких-то вещей, связанных с близкими родственниками, с ремонтом, не знаю, с домом, с квартирой или что там у вас есть. Замок. Карты рекомендуют активность и карты рекомендуют, знаете, разговаривать или договариваться. Все вместе, они вот, эти две карты вместе описывают вашу инициативу, какую-то переговорную. Вот если есть наболевшая тема, какая-то такая давняя, надо с кем-то договориться, регулировать какой-то спор, ссору какую-то, возможно, примирение. Но, знаете, такое, на почве дел общие интересы совместный труд для моей пользы объединяет, как говорил известный персонаж. Дальние дороги. Карта вам прям советует отправиться либо в дальнюю дорогу, либо пойти учиться. Тоже два старших аркана. Важное, серьезное предупреждение. Поторопитесь, если у вас вообще, в принципе, есть в планах какая-то очень дальняя поездка, переезд дальний, то сентябрь будет лучшим месяцем. Лучшим месяцем, чтобы это сделать, ничего не надо откладывать, нужно действительно вам почувствовать себя волшебником собственной жизни. Собирайтесь в дорогу. Неизвестно, каким там октябрь будет или позже месяцы. Но сейчас звезды откроют вам такие небесные воротики, небесные ворота в путь. Благословляют. Знаете, звезды благословляют вас на дальний путь. И это действительно путь. Здесь карта умеренность есть. Она описывает стремление и очень уместное начало разных занятий. Поэтому эти карты очень хороши также для учебы. Прекрасно будет, если вы соберете весь свой энтузиазм. Если вы решитесь, соберете всю вашу смелость, всю вашу, ну знаете, волю, может быть, даже, и пойдете учиться. Вы найдете не просто учебу, курсы какие-то, но вы найдете путь, что называется. Вы учитесь на какую-то перспективную специальность. Путь к себе вам выпадает. А, кстати, это же девятый дом, это ваш дом. Очень хорошо, что такие крупные карты выпадают. Это явный какой-то намек на высшую реализацию для вас. Поэтому дороги и учеба. Учеба и дороги. Пусть эта тема сентября встанет для вас. И мы плавно подошли к теме. К теме любви. Любовные переживания. Ну, конечно, сентябрь месяц, это романтический. Это прекрасная погода, бархат, вечеров. Посмотрим, что, какие у вас, может быть, знакомства или продолжения ждут. Я больше склоняюсь к продолжениям. Ваш вопрос, скажем, как будет продолжаться или складываться моя любовная история. Да прекрасно она будет складываться. Прекрасно. Возвращения какие-то могут быть здесь. Вернется человек, о котором вы уже и думать забыли, например. Любовь та, которая есть. Или любовь, скорее карты говорят, любовь получите ту, которая достаточная для вас. Ту, которую вы очень хорошо себе представляете. Здесь нет, вот вместе, в этих картах нет сумасшедшего какого-то обновления. Здесь нет внезапности. Вот все ровно такое, какое вы можете для себя представить. То есть, скорее всего, это будут те же любимые люди рядом. И любовь между вами выпадает. Набор чувств. Но, правда, и тайна, и тайна мелькает здесь. Какая-то тоже. Если же вы сейчас одинокий стрелец, то и спрашиваете про новое знакомство. Новое знакомство возможно, но за ним не надо ходить далеко. Вот самый главный совет вам такой. За новым знакомством не надо вам далеко ходить. А потому что оно где-то вас ждет в повседневной жизни. Любовь затаилась, залегла где-то вот на тех дорогах, по которым вы ходите буквально каждый день. Видите, вот шестерка, она не дает нам вырваться даже в воображении куда-то далеко. Она не дает нам, ну, помечтать, что ли. Она все равно нас разворачивает и приземляет. Она разворачивает и заземляет. Это, может быть, какая-то дружба перерастет в любовь, в романтические отношения. Необычное сочетание. Вот именно, знаете, как бы дружба, невинная какая-то помощь, общечеловеческое внимание. И при этом тяжесть и глубина, и тайна настоящих любовных переживаний. Возможно, даже ревность вам выпадает. И продолжает тему ревности. Да, действительно, в партнерском доме, ну что, из песни слова не выкинешь. В партнерском доме стрельцам выпадает злодейка-соперница. Что есть, то есть. И рядом с фигурой вашего, ну как, самого главного человека в жизни, который есть у вас сейчас. Так. Ну все. Все, это перебор уже. Да, вот посмотрите, наш герой или ваш герой, император. Мужчину, которого вы сейчас себе вообразили, мужчина будет больше значить в вашей жизни. Он приобретет больший вес, большее значение. В копилку неудачных дублей. Начнем по новой. Посмотрите, вот ваш партнерский дом. Сюда вы должны загадать человека, который сейчас для вас главный. Которого вы называете мой партнер, например. Не люблю это слово, но не знаю, чем заменить. Или это может быть человек, которого вы ждете, чтобы он появился и стал для вас главным. И действительно, фигура его мощная. Это может быть новая знакомая, это может быть ваша новая какая-то любовь. Это человек, который действительно заполнит большую часть вашей жизни. И все это хорошо. Скорее, карты здесь говорят, что кто-то станет значимым для вас. Но знаете, вот вдруг, кого-то даже с учетом других карт, это может быть человек, которого прежде не замечали. Или которому мало внимания уделяли, мало значения было в вашей жизни у него. А тут его фигура действительно откровенно доминирует. Все это очень хорошо. Я бы сказала, ой, девочки, вас ждет встреча с императором, которое все хотят. Но, знаете, соперница рядом. Поэтому, возможно, знакомство или новая встреча вас ждет с человеком довольно-таки занятым. Рядом с которым злодейка какая-то уже проживает, возможно, даже на одной площади, на одной территории. Заметить женатого друга, заметить женатого коллегу. То есть вот такой сценарий, как вам предлагают. Здесь довольно все непоследовательно, разрозненно. С одной стороны, ваши чувства есть. Немножко разочарований, немножко заблуждений, немножко желания понравиться, повкладываться в отношения. Пусть даже они еще только начинаются у вас. А с другой стороны, знаете, император – это еще и карта про статус. Возможно, вам понравится человек, который занимает такое неприлично высокое положение в обществе, да еще и женатый. Но одно другому не мешает. И чувства все равно могут появиться, и вы все равно можете питать надеждой. Не могу сказать, что это какая-то простая благополучная история. В целом, алгоритм любовный для стрельца выглядит так, что ваше внимание привлечет кто-то из бывших, либо человек, который где-то очень близко рядом с вами находится, вы его знаете. Чувства ваши будут сильные, но по большей части тайные. Человек этот сам по себе очень-очень сильно достойный. Однако, женская энергия где-то рядом с ним присутствует. А если вы сейчас про брак же можете спрашивать, про вашего мужика, с которым вы 20 лет живете, то обратите внимание, конечно, на... На что? Ну, на какую-то злодейку, которая покушается, понимаете? Общий итог, который... Нет, ваше настроение, настроение месяца. Давайте так, первый дом, не только про любовь, но вообще про вас. Как вы будете себя чувствовать и выглядеть? Да, отлично. Конечно, резкие перепады настроения, короткие, но глубокие депрессии вас ждут. Это жизнь, это наш каждый день, это жизнь. Но и какой-то рост, учеба, желание вкладываться, ожидание, в конце концов, от жизни. И на тонком плане, вот ощущения или впечатления стрельца от прошедшего сентября. Какими они будут? Тоже, в общем, достаточно реалистичные. Скорее всего, вы будете, ну, тоже, знаете, пожмете плечами и скажете, что, ну, что-то не сбылось, да и ладно. Где-то я победила или победила, тоже хорошо. То есть, знаете, довольно, как бы, по настроению, по отношению к себе или с собой, вы выйдете в какой-то такой хороший взвешенный баланс. И все-таки, знаете, центральная независимая карта расклада вам достается, шут, дурак, здесь, как символ пути. При всем вот этом вот равнодушном выборе, куда-то новый путь какой-то вам надо начать затеять. Обязательно. Тем более, ну, мне проще всего представить в нынешних условиях учебу, конечно же. Просто учебу. Ступайте ко вы учиться и сами не заметите, насколько это поменяет вас и поменяет вашу жизнь. Спасибо. Спасибо.